Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Итак, мои хорошие, даже не знаю, с чего начать. Рассказать о том, что связала, или о том, что происходит в моей жизни. А давайте начнем, пожалуй, с вязания. Ну, а потом продолжим. Итак, настроение у меня было, как вы понимаете все, невязальное. И все-таки я кое-что связала. Вы сейчас видите на мне вот этот мой первый Хейворд. Это футболочка, связанная по типу Хейворд. Хотя напишите мне, что такое Хейворд. Я поняла, что это просто смещенная линия реглана. И все. Ну, не знаю, может быть, я не права. Поскольку это футболочка моя первая в этой технике Хейворд. Не судите строго. Как всегда, без расчетов. Набрала я петли. Единственный расчет это петли для того, чтобы пролезла моя голова. Чтобы сделать вот такой вырез. Ну, вот, в принципе, и все. Мне очень помогла Надежда. Канал «Всё вяжу надежда». У нее я подсмотрела и запомнила на всю жизнь. Как же правильно распределить петли на вот эту корректировку петель спины и переда. Чтобы потом все сошлось после того, как мы вывяжем росток. Надежда громаднейшая. Благодарю. Сейчас я вам расскажу. Может быть, вы тоже это запомните и поймете. Конечно же, для начинающих. Все опытные. Это, конечно, информация не для вас. Итак, набрала я количество петель. Оставила, по-моему, по 6 петель на вот здесь вот рукавчики. Потом на линии реглана, которые пойдут. Да, вот эти вот дорожки. Ну, суть в том, что я поняла, чтобы сделать коррекцию, насколько петель нужно оставить на спине меньше, чтобы потом все сошлось. Это зависит от ваших разворотов. Вот сколько у вас разворотов на плече, вот настолько меньше нужно отнять количество петель от петель спины. Вот и все. У меня три разворота, поэтому я отняла от спины, когда разделила все петли на три. И получила равное количество петель на перед и спинку. Так вот, от спины нужно отнять три петли, если у вас три разворота. Это я запомнила на всю жизнь. И это очень-очень просто. Кстати, у Нади там тоже был хейвард из секционной пряжи, но там кокетка была связана из секционной пряжи, а дальше была однотонная пряжа. В принципе, я тоже хотела так сделать. Кстати, не сказала, из какой же пряжи я вяжу. А пряжа это Янард Джинс Крейзи. Спонсором был Ярн21 магазин. Дима громаднейшая, благодарю. Загляните в этот магазин. Да, там небольшой выбор пряжи, но пряжа в основном бюджетная, как и вот этот Джинс Крейзи. И я рекомендую вам ее, особенно для начинающих. То есть, потратите не много, а вязать из нее одно удовольствие. Пряжа такая, ну, я бы сказала, велюровая. Вот, не знаю, мне напоминает чем-то велюровую пряжу. Вяжется легко. Единственное, здесь соединение нити. Я так и не придумала идеальное соединение нити. Скорее всего, в этой пряже только при помощи клея оно будет идеальным. Ну, я соединяла внахлёст, там провязывала утолщенную, эту одну-две петли, и все. Вот. Значит, сейчас я приподнимусь, покажусь, как это выглядит на мне, поскольку снимать демонстрацию не хочу. Разговор будет длинным. Вот. Может быть, как-нибудь пойдем гулять, и я вот так вот оденусь, и тогда уже вам все это дело покажу. Ну, а поскольку у нас разговор длинный, сегодня не буду показывать эту демонстрацию. Значит, по поводу того, что я не рассчитывала вообще ничего. кроме как вот эти петли для горловины. Девочки, я вяжу по наити. Мне там приходят вопросы. Вот буквально вчера пришел вопрос. Мы вязали с вами пончо такое с косами. Ой, все красиво, но вот объяснение плохое. Вот через сколько петель там нужно прибавить. Девочки, я, во-первых, вообще уже не вспомню. Это было дело, по-моему, или весной, или зимой, когда я вязала это пончо. Я вообще не вспомню, даже иногда, что было неделю назад, а вы мне задаете такие вопросы. И вообще я хочу сказать, я ненавижу расчеты. Вспомни, через сколько там рядов я вот эти косы расширяла. Дорогие мои, я не смогу. При всем своем желании. Вам, наверное, нужен блогер, который вяжет четко по математическим расчетам и никуда от них не отходит. Такие блогеры есть. Вам, скорее всего, на этот канал. Я же вяжу по наитию, по интуиции, примеряя на себя вот эту вот футболку. Кстати, я назвала ее походная. Она очень простая. Набросил на себя и побежал в поход, так как мы с Лешиком любим гулять в парках, лесах и так далее. Вот такая походная маечка-футболочка у меня родилась. Итак, прибавляла я здесь по-моему в каждом внимание в пятом ряду. Представляете, в пятом ряду. Немножко не попало. Ну как, вроде бы то сейчас все нормально с рукавчиком. Он не сильно стягивает. Но когда я вышла вот на этот рукав, собака там, что там, встала рано, начала снимать видео. Представляете, наговорила на 40 минут. И у меня что-то сломался планшет. В общем, он мне не дает, я не вижу, не видит это видео. Три части какие-то есть небольшие, а сама основная, главное, нет. Поэтому снимаю второй раз, но уже, как вы понимаете, время прошло. Утро уже не ранее, так что могут быть какие-то звуки. Может быть, даже машина поедет, или собака. Не хочу прерываться, чтобы потом меньше склеивать. так что я здесь прибавляла в каждом пятом ряду. Но когда вышла на вот эту ширину руки, да, у меня было очень узко. Что я сделала? Где-то не перед тем, когда я уже понимала, что узковато, я вот здесь стала прибавлять в каждом втором ряду. и вышла на нужное количество петель для ширины руки. Вот и все. Ну, по-моему, на мой взгляд, для первой работы здесь все очень, очень даже замечательно. Вот так вот я вижу без расчета. Ну, конечно, минимальные расчеты есть. То есть, я смотрю, сколько петель у меня там в сантиметре приблизительно смотрю. И потом, да, чуть не забыла. Изначально вот здесь вот сантиметров пять я прибавляла в каждом втором ряду, ну, так, чтобы сразу дать вот это расширение. Вот буквально пять сантиметров я провязала, прибавляя после ростка, когда я вывязала росток, здесь у меня шесть разворотов, три разворота по вот здесь вот в линии реглана и три разворота вот здесь вот уже по переду, чтобы сделать вот эту вот лодочку, чтобы она вот так вот не двигалась, да, чтобы была хорошая, была хорошая посадка. Вот и все. Вывязав росток, сделав эти шесть разворотов в сумме получается, раз-два-три, 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 все. Дальше пять сантиметров провязала, прибавляя в каждом втором ряду, а вот дальше пошла вязать в каждом пятом ряду прибавления. Ну, и вот здесь вот опять в каждом втором, вот буквально здесь внизу. Все, футболочка готова. то есть здесь обычная резинка, обычная резинка и закрыта резинка, тоже не стала заморачиваться, закрытие с накидом обратным накидом. У меня где-то есть видео на канале, что такое обратный накид, там где лицевая, то есть делаем накид, провязываем, делаем накид сверху, допустим, провязываем лицевую, потом накид и закрыли петлю. в изнаночь, когда идет изнаночная, делаем накид в другую сторону, то есть если перед лицевой мы делали сверху накид, допустим, это как вы там решите, какой у вас способ вязания, у меня, кстати, лицевая, перед лицевой шел снизу накид, поскольку я восточным методом вяжу, провязали, потом делаем накид, свет и опять вот эту петлю закрыли. И вот это называется обратный накид, то есть то сверху, то снизу перед петлей. она у меня здесь не тянет, все очень-очень замечательно. Так что вот родилась у меня вот такая футболочка походная. Так, теперь по вязанию, поскольку дальше будет долгий рассказ про мою жизнь, я понимаю, что я должна вам это рассказать, никуда я от этого не денусь, вы у меня есть, я есть у вас. Дальше по вязанию связалась вот такая, такое красивое кружево, это будет бретель, а вот к чему бретель, это будет опять переделка, вы узнаете в следующих видео, немножко такой интрии для вас. опять что-то рассказывала, рассказывала, но никак сегодня моя техника не хочет работать, представляете, уже снимаю на телефон, мало места, не знаю почему, все вроде бы то чище, мало места, так что, друзья, еще немножко о вязании, вот эту пряжу я просто рекомендую, почему? Уже вторая вещь у меня связана, если вы помните, вот это красивейшее платье, конечно, немножечко опала, вставка, вот эта вот белая вставка, это из опала, а это вся та же пряжа джинс, вот это джинс крэйзи, потому что она секционная, а это просто джинс, так вот, это единственная пока у меня в опыте единственная пряжа, когда я бросаю вещь в машину и стираю, ничего не боюсь, ничего никуда не вытягивается, не садится, после первой стирки я стираю первый раз вручную, она вытягивается, заметьте, вытягивается сантиметров на 10, точно у меня вытянулась, а потом все, потом стираю безо всяких проблем, эту футболку эту футболку я даже не стирала руками, сразу бросила в машину, ну, потому что я знаю, так что хорошая пряжа, она, конечно, не шикарная, нет, тут не будет звучать это слово, но она бюджетная, она хорошо, из нее интересно, легко вязать, так что присмотритесь, ну, а теперь плавно переходим ко второй части моего видео, моего повествования, это моя личная жизнь, и в ней происходят просто крутейшие перемены, о чем я хочу вам рассказать, дело в том, что мои дети решили продать квартиру, и разъехаться, кто, куда, конечно же, когда эта новость была озвучена, и сразу возник вопрос, куда ехать, жить, ну, во всяком случае, мне, они, конечно же, сами решили, где они будут жить, мне пришлось тоже принимать какое-то решение, чтобы найти новое место жительства, сразу возник образ не квартиры, я не поеду в квартиру, сразу возник образ дома, маленького, уютного, с каким-то клочком земли, и где-то далеко-далеко от Москвы, поскольку вы знаете, кто со мной давно на канале, что я родилась в деревне, это поселок городского типа, как называют, но это деревня, это город Брянка, Луганской области, сейчас это Новороссия, тогда это была Украина, в общем, я родом оттуда, и вот с 98 года я живу, пока что живу в Москве, но видимо земля, корни, в общем, друзья, там, где вы родились, наверное, как говорится, где родился, там и пригодился, вот опять еду на землю, и эта новость меня радует, ну, во-первых, то, что происходит в мире, что сейчас творится вообще во всем мире, с определенными обстоятельствами, я сейчас вообще не буду на эту тему говорить, просто лишь хочу сказать, что, наверное, эта тема тоже каким-то образом повлияла на мое решение, окончательное и бесповоротное, и так, вот поэтому я и пропала с канала, конечно же, сначала был изначально шок, шок, потому что ты не знаешь, что тебя ждет дальше, где ты будешь жить, как это будет, как сложится там твоя жизнь в суровой и тяжелой деревне, конечно, жизнь в деревне тяжела и сурова, но она прекрасна, конечно же, был шок, и эти поиски нового жилища, потом мы туда с Лешиком ездили, смотрели, я обо всем об этом вам сейчас расскажу, но потом, когда человек ко всему же привыкает, правда, когда уже было понятно, что никуда не деться, выбор все равно нужно делать, дом все равно нужно выбирать, нужно, жизнь продолжается, друзья, и она прекрасна, и мы с Лешиком, я, конечно же, сначала выбрала дом, несколько вариантов, мы созвонились, где с риэлтором, где с собственником, сейчас об этом тоже поговорим, как, с кем лучше работать и не попасть в просак, и не остаться без денег, или еще без жилища, ой, вот, 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 в общем, мы поехали, и я сейчас расскажу о своих ощущениях сначала от этой поездки, дорога была дальней, это 380 километров, я сейчас не буду называть даже, вот, что это за область, куда мы ездили, потому что я боюсь спугнуть свою мечту, друзья, вы все узнаете немножко позже, а пока просто вот в таких общих фразах, и так мы поехали, это было где-то 25 июля, по-моему, первый раз мы поехали смотреть дом, отъезжая от Москвы, я понимала, что моя душа поет, я увидела эти бескрайние просторы нашей матушки Руси, я не могу передать эту грандиозность пространства, пространства полей, вот эту широту, этот чистый воздух, эти речушки, этот туман, который стелится прям вот по дороге, сказочный, это сказка, восход солнца, и вот этот туман, я не знаю, если я где-то найду это видео, вот сейчас чистила телефон, наверное, удалила, но еще будут, еще, друзья, будут, мы еще не один раз туда поедем, я обязательно вам все покажу, я не знаю, душа вот просто переполняется, когда ты ощущаешь вот эту грандиозность, вот эту вот мощь Руси, вот эти поля, на которых растет и наливается эта рожь, ячмень, подсолнухи, которые вертятся за солнышком, не могу, это так прекрасно, в общем, чем дальше от Москвы, тем настроение мое менялось, я все больше хотела приблизиться к земле, и в общем, на душе становилось хорошо, скажем так, я поняла, что мне нужно именно, мне нужен именно дом, не квартира, дом, да, будет сложно, но мне нужен дом и земля, в общем, по пути к этому дому, который мы должны были смотреть, мы въехали в один сказочный город Н, пока не скажу, какой, и тут моя челюсть вообще просто отвисла, я такого не видела, это город сказка, это город культурный, с дорогами, с тротуарами, с красивыми старинными церквями, с домишками, именно домишками сказочными, которые вот, мне кажется, они просто кричали, я лучше, я красивее, мне кажется, там люди настолько любят свое место и свой дом, как они ухаживают за вот этими придворовыми территориями, сколько цветов, сколько разных резных вот этих наличников, если дом деревянный, ой, друзья, до слез, правда, это слезы радость, не подумайте, что я там плачу и грущу, нет, это просто переполняется душа, когда видишь вот это, этот город, и там нет высотных домов вообще, то есть, цивилизация, есть магазины, салоны красоты, даже есть салон ювелирных изделий, то есть, значит, он для кого-то существует, значит, зажиточные люди там живут, ну, как бы, мои мысли, да, потом, не знаю, конечно, город, блуждая по его улицам, в общем, Леша не увидел знака одностороннего движения, и там была смешная ситуация, мы поехали по этой улице, конечно, там люди идут, они уже знают, что навстречу ехать никто не может, а тут такие нашлись, которые не увидели знак и поехали, и один человек остановился на дороге и показал нам, ой, мне стало плохо, сразу мои впечатления о том, что этот город хороший, красивый, со сказочными домиками, но люди, показывающие вот этот знак, друзья, это было ошибочное мое мнение, человек не показал палец вверх, да, он показал, что движения односторонние, представляете, в общем, навстречу ехала какая-то машина, газелька, она тоже остановилась перед нами, но мы уже притормозили, естественно, пропуская этого человека, который показал вот этот знак, да, и этот водитель газели остановился и говорит, здесь односторонние движения, давай быстро разворачивайся, там внизу, говорят, стоит служба специальная, да, полиция, ГАИ, давай я тебя прикрою, слышите, я тебя прикрою, быстро разворачивайся и давай улепетывай отсюда, вот, что значит неправильное мнение, первоначальное, ошибочное мнение о народе, в общем, друзья, хочу купить дом именно в этом городе или его пригороде, мне очень все понравилось, мне понравились люди, мне понравилось то, что там нет высотных домов, самый высокий дом, который мы увидели все-таки в этом городе, по-моему, три или четыре этажа, и их там всего несколько, все остальное это какие-то административные здания, там в два этажа, и вот эти сказочные домишки, игрушки, которые я говорю, они как будто соревнуются, кто из них крашен, в общем, проехали мы этот город и поехали дальше по адресу, чтобы посмотреть этот дом, дом мне не понравился, на картинке это было одно, а вот в живую мне не понравилось село, мне не понравился сам какой-то, ну, я зашла, темный дом, маленькие окошки, а мне нужен свет, я без света не могу, конечно, можно было бы там спилить дерево, там, ну, вот, знаете, ну, вот, не легла душа, душа просто не легла, возвращались мы из этого села опять через этот красивейший сказочный город Энн, покружили там, посмотрели, уже внимательно смотря на дорожные знаки, и я приняла решение, что я хочу дом именно там, в этом городе, мне очень понравилось, очень, это вот два в одном, это и город, и это же и деревня, он небольшой, но он очень комфортабельный, так скажем, очень уютный, там есть все, там есть и земля, и много вот этих домишек, мне нужно общение, я не смогу жить одна в каком-то забитом селе, в общем, друзья, уже пересмотрели мы несколько вариантов, сейчас уже продвижение по квартире идут, ну, как бы вот-вот дадут нам задаток или аванс за нашу квартиру, и это уже скоро, значит, будет сделка, и как только этот момент наступит, мы сразу едем туда и смотрим дом, но если даже это не тот дом будет, который я уже выбрала, если он мне не понравится вживую, все равно я приняла решение, что это будет дом именно в этом городе, даже если он будет не совсем устраивать меня, я все там сделаю, я сделаю из этого дома игрушку и сказку, и, конечно же, я думаю, что вам это будет интересно, мы с вами будем ремонтировать, мы с вами будем покупать мебель, мы будем обустраиваться, мы будем делать что-то переделывать, где-то закрывать двери, где-то их прорубливать, в общем, это у меня уже такие мысли на тот дом, который я присмотрела, я уже по схеме посмотрела, где я замрую дверь, где я наоборот ее открою, и думаю, что это будет очень-очень красиво и интересно, и, конечно же, я буду этими видео делиться с вами с удовольствием, так что зимой мы будем вязать, а летом мы будем что мы будем? сажать грядки, поливать, делать какой-то ландшафт своими руками, и, конечно же, больше будет каких-то таких работ, которые связаны с землей и с домом. Вот такие, друзья, у меня новости. Теперь, что еще хочу сказать, может быть, кто-то из вас сейчас тоже продает или покупает, мой вам совет, если вы покупаете, ищите дом, первый вопрос, который вы должны задать собственнику, какие документы на права собственности, и как это была собственность получена. Я вчера, я же еще варианты рассматриваю, и нашла дом, приемлемая цена, все, ну, просто вот сказка, заезжай, что называется, и живи, там, собственно говоря, и переделывать-то ничего не нужно было. Я прям подпрыгнула. Звоню по этому, ну, по этому дому, звоню по телефону, берет трубку девушка, я начинаю задавать ей какие-то вопросы по этому дому, вот, как туда добраться, если не на машине, какая там высота потолков, сколько земли, ну, в общем, то, что мне интересно. И потом задаю вопрос, какие документы на право собственности, то есть, сколько собственников, как этот дом перешел в собственность, и сразу пауза. Вот как только на том конце пауза, это сразу дальше пойдет, что-то не то, то есть, человек начинает обдумывать, что ему дальше говорить. И я слышу, что, в общем, я этот дом смогу продать только 1 октября. А почему? А потому, что 1 октября будет полгода после смерти моего мужа, и я буду входить в право собственности, да, после смерти. Но дом она уже продает сейчас, представляете? Я говорю, а как же вы продаете, у вас в объявлении вы продаете дом, а по идее вы продаете свою долю. Вы еще не вступили в право владения этого дома. В общем, друзья, это было вообще что-то. дальше, что последовало дальше, меня просто рассмешило. А давайте я вам продам свою долю. Вы не переживайте, мне есть где жить, вы туда въедете, а потом, когда я вступлю в право наследования, я вам вторую часть продам. Ну вот, как вы себе это представляете, представляете, как люди продают. так что, если будете покупать, либо покупайте через риэлтора, а еще лучше проверяйте, лучше заплатите денег на сопровождение сделки, чтобы юрист, именно юрист, даже не риэлтор, а юрист проверил юридическую чистоту квартиры или дома, ну какой-то вашей недвижимости. Так что, вот такие чудеса бывают. ой, ну вроде бы-то все рассказала. Друзья, уже устала несколько раз переснимать это видео. Если что-то будет еще, я надеюсь, ну, будет мне, что вам рассказать интересно именно по этой теме, по теме переезда, я, конечно, буду снимать такие видео-влоги, ну, что-то будет о вязании, что-то будет о нашем продвижении по продаже квартиры, может быть, мы вместе с вами, ну, я сниму очередной обзор дома, тот, который мы присмотрели и который мы с вами будем покупать. Так что, друзья, не теряйте меня, я жива, здорова, со мной все хорошо, нас ждут интересные перемены на канале, напишите ваше мнение, вот, Пуся к нам пришла, кстати, здесь же еще произошло, мы чуть не потеряли Пусю, забыла вам об этом рассказать, короче, мы даже не знаем, что это было, что за вирус был, как-то она не пришла нас будить, она всегда делает это, каждое утро, а тут не пришла, мы к ней, а у нее просто высокая, очень высокая температура, 41,6 это много для кошки, в общем, 5 дней мы ее лечили, не могу сказать, что нам попались хорошие врачи, убирали симптоматику, то есть, убирали жаропонижающие, убирали температуру, сдали анализ на кровь, и один доктор, там был анализ на два листа, и вот почему-то второй лист они не увидели, сразу сказали, что с кровью все хорошо, мы не знаем причину, ну, а потом я пошла на следующий день, опять с высокой температурой, и уже была пересменка, и другой доктор, и он видел второй лист нашей крови, и сказал, что у нее скорее всего какой-то вирус, там очень высокое содержание соя, вот это вот показатель, еще там что-то, ну, что говорит об инфекции, а признаков у нее никаких не было, кроме как температура, у нее не было ни поноса, ни рвоты, ничего, ну, и в итоге я сказала, ну, давайте тогда просто будем колоть какой-то антибиотик широкого спектра, что ли, чтобы, ну, это же вирус, ясно, ну, вот такой вот, как они называют, латентный, короче, это был вирус, мы не знаем какой, он просто себя не показал до конца, то есть, не все симптомы были у нее выражены, латентный, как-то так называется это вирус, я не доктор, поэтому вы меня уж простите, самое главное, что все уже позади, и что я вам хочу сказать, все трудности, все эти переезды, все эти какие-то шероховатости в жизни, это все такая шелуха, главное, чтобы все были здоровы, вот как только поправилась кошка, мне стало намного проще, так что, друзья, бережем друг друга, радуемся каждому дню, и все у нас получится, все будет хорошо, я вас всех обнимаю, всех люблю, и надеюсь, до скорых встреч, с вами была Елена Ситникова, пока-пока.